Главы сельских поселений продолжают отчитываться перед жителями о проделанной работе в 2023 году. В конце прошлой недели расширенная открытая сессия прошла в прибрежном сельском поселении. В работе открытой сессии прибрежного сельского поселения приняли участие глава Славянского района Роман Сенеговский, председатель районного совета Григорий Литовко, заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации. С докладом об итогах работы поселенческой власти за 2023 год в планах на перспективу выступила глава сельской администрации Татьяна Сайганова. В прошлом году в бюджет поселения удалось собрать более 100 миллионов рублей. Значительная доля расходов была направлена на решение основных вопросов жизнеобеспечения населения, благоустройства, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную сферу. Поселение участвовало в краевых программах. Благодаря полученным средствам ремонтировались дороги и тротуары, лишались вопросы водоснабжения и ремонта социальных объектов. За отчетный период в рамках краевой целевой программы развития сети автомобильных дорог Краснодарского края на условиях софинансирования выполнены работы по устройству тротуара в улице Полевой в поселке с обхозной протяженностью 731 погонный метр. Из расходов на денежных средств 2 миллиона 909,4 тысячи рублей, в том числе средства местного бюджета 174,6 тысячи рублей. В рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на территории поселения завершены работы по благоустройству общественной территории, парк в поселке Собхозном по улице Строительной. Стоимость работ составила 35 миллионов 823,7 тысячи рублей, в том числе средства районного бюджета 2 миллиона 507,7 тысячи рублей и краевого бюджета 33 миллиона 316 тысячи рублей. Построенный парк получился красивым и многофункциональным. Здесь оборудованы прогулочные зоны, установлены скамейки для отдыха, сделано освещение. Парк рассчитан для семейного отдыха. На его территории много детских площадок и игровых зон, а также оборудована небольшая сцена. Весной будет проведено озеленение, и парк станет настоящим украшением поселка Собхозного. Кроме благоустройства общественных пространств, в прибрежном сельском поселении за прошедший год многое было сделано по ремонту дорог и тротуаров, замене водопроводных и канализационных сетей, занимались вопросами уличного освещения. Выполнен текущий ремонт фасада здания сельского дома культуры «Кребрежный». Большую финансовую поддержку поселению оказало предприятие «Садгигант». Глава района Роман Сенеговский поблагодарил представителей бизнеса, которые не остаются в стороне от проблем территории, где они работают, и оказывают помощь в решении важных вопросов. Также руководитель муниципалитета дал положительную оценку деятельности администрации поселения, отметив, что многое удалось сделать, но и планов тоже много, в реализации которых район продолжит оказывать финансовую помощь. Есть желание, вот тоже проговариваю, есть желание на территории шестой школы построить большой спортивный комплекс. Проект там уже набрасывали, проект, схему, скажем так, набрасывали. Есть желание запроектировать, построить спортивный объект. И слава богу, на сегодняшний день я ниже скажу, спортивные объекты в районе строятся. И в городе очень много спорта мы добавили за последние годы. И Петровская станица, и Анастасиевская, ну и наши небольшие территории. Либо это уличная площадка, либо это спортивный комплекс. Но стараемся в этом направлении, конечно, продолжать работу. После выступления всех докладчиков жители смогли задать интересующие их вопросы и тут же получить на них разъяснение. В конце сессии депутаты прибрежного сельского поселения приступили к голосованию. Их решением работа главы поселения и поселенческой администрации в 2023 году была признана удовлетворительной. Открытые сессии с отчетами глав пройдут во всех поселениях Славянского района до конца февраля 2024 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...